Матч между Ладой и Магнитогорским Металлургом. Занял место Романова. Романов играл со стула в прошлом матче. Ну и нет сегодня у тольятинцев Мострюкова. Не попал в заявку Мазякин. Бросает опасный момент. И Ежок забирает шайбу. Разворит руки в сторону арбитра. Вбрасывание. 2016 года. Клубок Детогорска. Нет у Францисса Паре. Хорошая атака. Бросок по воротам не получается навести. И Семен Валуйский тоже, кстати, родился в Тольятти. Мазякин. Рафаэль Батыршин на брос. Опасный момент. И сейчас едва шайба не пересекает линию ворот. Романов делает передачу на нападающего. А быстро не удается пройти среднюю зону. Встречают магнитогорцы соперника. И шайба в воротах Василия Кошечкина. Как она там оказалась? По-моему, даже и игроки Лады не могут поверить своему счастью. Не успел здесь Рафаэль Батыршин к шайбе. Александр Стрельцов оказался расторопнее. Высокий защитник. Неплохо ведет борьбу. И шайбу красивую забросил недавно. Голубев бросает поворотом. Наносит из-под Бирюкова бросок. Ну а что касается Подхрадска, то продолжает лечение. И Никитенко тоже не играет у Лады. Получил травмоопаснейший момент, какой сейчас. На последней минуте первого периода. Самый явный, пожалуй, момент у Магнитогорска. Крисли. Замахнулся. Не стал бросать. Делал передачу на Мазякина, который там находился. В круге вбрасывания. Но не прошла эта передача. Ну и Тим Брент с ними же, который занимает сейчас позицию на пятачке перед воротами. Бросок и гол. Сергей Мазякин сравнивает счет и набирает таки пятисотое очко в континентальной хоккейной лиге. Поздравляем капитана Металлурга. 14-й его гол в нынешнем сезоне. В номер гады большинства у Магнитки на льду Сергей Мазякин. Крисли. Поменялись местами. Опасно бросок поворотом. Тим Брент катил на добивание, но Илья Ижов. Еще один заход. Якуцеря. Опасный момент. Брент бросок и как сейчас не забивает. Очень большая нагрузка сегодня у Ильи Ижова. Уже 20 бросков отразил. 21-й. Тимкин доставляет шайбу на пятак. Свободный угол и попадает Денис Платонов. Шайба оказывается в воротах Тольяттинской лады. Воплотили таки свое преимущество. Еще в одну заброшенную шайбу магнитогорцы. Давили, давили соперника и все-таки продавили. Четвертый гол Дениса Платонова. В нынешнем сезоне. Партнера. Подключение Мазякина. Бросок издали. Звено Мазякин-Коварш-Зарипов. Опасный момент. И еще одна шайба в воротах лады. Ну что ж. И вновь в большинстве забивает магнитка. Третья шайба влетает в сетку ворот Ильи Ижова. 3-1. Дубль Сергея Мазякина, Который сегодня, напомню, набрал свое 500 очков. Много говорилось, писалось относительно кризиса в игре магнитки. Но похоже, что потихоньку, помаленьку команда начинает из него выходить. Ох ты! Вот так вот. Не будем пока что торопить события, друзья. Василий Кошечкин пропускает вторую шайбу. Ну давайте смотреть. Бросок Романова. Рикошет. Да! Василий Стрельцов с передачи Станислава Романова. Но не каждый хочет быть на стороне правды. Вот потому-то истинно в последней инстанции в хоккей устанавливают специально обученные люди. Бросок в ворот. Вытаскивает шайбу Василий Кошечкин. А вот это повтор броска. Когда Василий Кошечкин вытащил шайбу. Да. Каким он, собственно, был. В самом начале игры. Кошечкин в игре. Разводит руки в стороны арбитр. Ничего себе. Ничего себе. Вот на повторе-то как видно. Передачу делает на Максима Якуценю. Якуценю развернулся. Получает передачу. Притаялся там Тим Брэнд на дальней штанге. Получает шайбу и забивает Тим Брэнд. 4-2 за 18 секунд до конца основного времени матча. И за несколько секунд до выхода Антона Шенфельда все в этом матче становится ясным, как божий день. Результативная передача. Ну что ж. Звучит сирена. Возвещает она о победе магнитогорского металлурга. Который прерывает серию из двух поражений. Тим Брэнд на番очке. Продолжение следует...